Я согласна со всем, что вы сказали, но есть такое, что у меня есть ощущение, что будь у меня свобода, то есть меня напрягает то, что я это делаю из-за денег, работа. То есть я думаю, что я себя делаю не с целью зарабатывать, то именно в этот момент придет доход. То есть когда я на свободной волне, они типа, о боже, мне надо заработать, я должна быть самостоятельной, у меня должны быть железные яички. Мне не нужны яички, зачем тебе яички? Смотрите, сейчас очень много сильных женщин, которые сами зарабатывают, которые самостоятельные. Им на всех тренингах женские говорят, надо убрать в себе мужчину и воспитать в себе женщину. И потом вот это начинается, я богиня. Сейчас везде это преподают, и типа, ты же ему энергию даешь, он зарабатывает, и без своей энергии я вообще бы нищим был. А так ты дала, и я заработала, и типа ты заслужила. Но не нужно подавлять своего мужчину в себе, тебе нужно развить свою женщину до более высшего порядка, что ли. Гармоничная женщина – это 75% женской энергии, 25% мужской энергии. Гармоничный мужчина – 75% мужской энергии, 25% женской. Если мы гармоничная пара, это происходит вот так. Я беру твои 25% мужской энергии, ты берешь мои 25% женской, я становлюсь 100% мужчиной, ты становишься 100% женщиной. Это возможно только в паре. И если в тебе 75% мужской энергии, 25% женской, но ты при этом женщина, то ты будешь притягивать мужчин обратно. Они будут 75% женской энергии, 25% мужской. И такие женщины, они, знаете, говорят, что-то мужик стал мелковат, что-то самостоятельных мало, какие-то все слабкие. Я чуть-чуть этот, и он сломался. Чуть надавил, и он что-то плачет. Потому что ты таких притягиваешь, и других ты к себе не заведешь просто. Они не будут рядом с тобой выживать, они не смогут. Как мужчину немножко сдвинуть в момент действия? Мужчина очень сложно сдвигается вообще с мертвой точки. Замечали, когда мужчина уходит в депрессию, это года на два, на три, такую затяжную, он не хочет зарабатывать, ему ничего не нужно вообще. И жена пили там ходит, нужны деньги, там, давай вставай. А он, я что-то не хочу, я этот. И я в такой депрессии сам лежал два года и ничего не хотел. И в момент, когда супруга сказала, давай я выйду на работу, у меня, в общем, взорвало. Я на нее наорал, ну, всегда мы так делаем, я наорал, и еще год просидел. Еще год просидел. Потом был момент, когда совсем уже было плохо, потому что тот золотой парашют, который с прошлой работы мне дали, он начал истощаться, и его, ну, практически его не стало. То есть мы еще чуть-чуть и начали бы есть камни, наверное. И я лежу, жена подошла, села рядом с ребенком, она говорит, мы тебя очень сильно любим, а я смотрел сериал, я тогда три сериала в день смотрел. То есть сорок пять серий. Я все знал там. Жалко, Наруто тогда не было, сейчас бы хоть пригодилось, а тогда. Я говорю, что тебе надо? Типа, что ты меня тут отвлекаешь? Короче, я тут в депрессии. Она говорит, ты знаешь, мы тебя очень сильно любим. Я говорю, и что дальше? Вместе сдохнем. Это та фраза, которая сдвинула. Я понял, что я умираю не один, а мы умираем все вместе. И тогда получился первый мастер-класс. Я в Фейсбуке написал, будет мастер-класс. И мне, когда спросили, о какой адресе, я понял, что мне нужен офис. Ну, конференц-зал. Я говорю, сейчас я напишу, написал конференц-зал, нашел офис быстро, написал адрес, и так прошел первый мастер-класс, и с этого все началось. Вот задача женщины – не начать зарабатывать самой, пока мужик в депрессии. Не нужно его спасать. Если тебе будет что кушать, ты его краном не поднимешь. У мужчины должны быть первичные потребности закрыты. Это ты сыты, дети сыты, значит, я еще могу подумать. Когда думать не о чем, нужно кушать, тогда он идет, сдвигается. В чем сложность женщины? Сложно тонуть, когда умеешь плавать. Ты можешь зарабатывать сама, а он не хочет, и вот нужно с ним вместе утонуть. Ты можешь где-то там кушать одна, а потом вечером прийти на него, вот смотри, что-то вот кушать так охота, мы когда кушать будем? И почему-то мужчины сдвигаются очень часто вот из этого кошмара. Мы по-хорошему как-то почему-то, ну, со мной не получается. Я пробовал по-хорошему, вот из какого-то ужаса, вот есть нечего, там, еще и вот оно идет и идет. Часто женщина говорит, давай возьмем импотеку, и муж тебя отговаривает два года, да? Вот. Это потому что я была на него, и он не сможет потом там отдохнуть, подумать или еще что-то, ему придется просто пахать как-то. Вот. А вам, в общем, оставайся лучше женщиной, и все. Потихоньку пусть тебе, ну, там, в общем, проманипулируй, пусть тебе бизнес откроет, вся сиди. Вместе. Продолжение следует...